Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что я видел, как были ребята настроены. Они ни одного участка поля без борьбы не оставляли. У них был некий комплекс, скорее всего, не соперника, а поля. Они позиции занимались с запасом. У них всегда было два решения. Но то, что они настроены были по-боевому, я был уверен в победе. Даже когда мы проигрывали 0-1. Спустя две минуты Анри еще раз нанесет удар издали. И после этого у Хилимонова наступит передышка. Похоже, футболисты Арсенала уверовали в свое превосходство и решили дожать соперника на голом классе, который, как им в тот момент показалось, у них выше. Но гости просчитались. Спартак приноровился, наконец, к очковатому и скользкому полю. И вот уже Титов врывается в штрафную и падает, споткнувшись о ногу Маннингера. Фенальти? Нет, Калина убежден, что Фола нет. И хотя, по его мнению, Егор упал по собственной инициативе, карточку он ему не показывает. А на 29-й минуте состоялся ответный гол. Булатов навесил слева в штрафную, где в чисто славянскую борьбу Коптуна и Лужного зачем-то вмешался Сильвиния. Мяч отскакивает к Маркао, и через мгновение бразилец на бреющем полете планирует к угловому флажку принимать поздравления. Красно-белые не сбавляют обороты. И через пару минут камера выхватит Лужного, на лице которого будет блуждать тень какой-то странной улыбки. Может быть, экс-киевлянин вспомнил, чем кончают те несчастные, кого угораздить попасть под разыгравшийся Спартак. Хозяева переносят акцент своих атак на правый фланг, но Баранов сколь активен, столь же и неэффективен. Вот Василий мажет с убойной позицией после розыгрыша углового. Вот он же идет в обводку вместо того, чтобы отдать напрашивающийся пас. Еще одна его ошибка. Я считал, что и считаю, что наши крайние хавы, безродные и Баранов должны были сегодня выглядеть лучше. Нет, я претензий к ним особых не имею, но они могли сыграть лучше. Из-за этого создалось впечатление, что мы играли хуже. Хотя и Баранову, и Безродному была задача, наоборот, ширину поля соблюдать. И тут Спартак едва не пропустил. Если бы не Кохтун, предугадавший развитие комбинации арсенала левым флангом, Перес вполне мог вновь вывести гостей вперед. А так всего лишь угловой. Вскоре грубо ошибается Маркао. Но, завозившись с мячом, он отрезает целую группу партнеров, и самоотверженный Пархенов не дает нанести роковой удар Канну. Ясно, что здесь не помог бы и Филимонов, качнувшийся в другой угол. В перерыве Арсен Венгер, видимо, убедил своих подопечных, что начать второй тайм надо в том же ключе, что и первый. И вот уже перераз бьет головой, Пархенов интуитивно подставляет под мяч свою голову, и канониры едва не празднуют успех. Спартаковцы вновь, как и часом раньше, проваливают стартовый отрезок. Но не успели болельщики загрустить, как темнокожие легионеры Спартака чисто по-русски сообразили гол на троих. Чуйся точным пасом вычислил Робсона, от которого мяч полетел в направлении дальней штанги, норовяя миновать ее с внешней стороны. Несправедливости не дал свершиться Маркао. Для него это был уже четвертый гол в семи матчах Лиги Чемпионов. Тем не менее, бразилец пока не убедил Романцева, что на сто процентов подходит Спартаку. Контракт с Маркао у нас на три года. Но пока еще не уверен, что он действительно соответствует уровню команды, которая претендует на самые высокие места ему работать и работать еще. На помощь своим партнерам, увяжшим в мобильность спартаковской обороне, все чаще выдвигается Адамс. Но выпад Маркао, под могучий удар которого успевает подставить руку Маннингер, свидетельствует о том, что ветеранам Адамсу и Кеоуну лучше бы экономить силы для выполнения своих прямых обязанностей. Что и подтверждает третий гол. Он состоялся на 78-й минуте. После бразильской перепасовки Титов карает австрийского вратаря Арсенала за склонность к гаданию. И вот уже не то ладушки по-российски, не то самбо по-бразильски. 3-1. А Маннингер окончательно растерялся и как-то вяло отреагировал на разрезающий пас Чуйса. Робсон тут как тут. 4-1. Шла 85-я минута. Оставшийся временной отрезок вместил в себя фол Ананка в борьбе с Анри. Желтая карточка, которая не даст нашему защитнику возможности сыграть в Лионе. Через пару минут Анри коршуном налетит на Ананка и того унесут с поля на носилках. Позже выяснится, что француз порвал спартаковцу колено шипами, но связки целы. Свисток. И несмотря на мороз, игроки совершают привычный ритуал – обмен майками. Не знаю, как футболистам Арсенала, а спартаковцам грешно не оставить себе на память об этой игре панцирь сраженного на повал Кананира. Мы хорошо играли, но во втором тайме физически подсели. Важный психологический момент был при счете 2-1. Мы доминировали на поле, но пропустили третий мяч, который нас похоронил. Что же касается условий, то они были одинаковыми для обеих команд. Мы не можем жаловаться.